Ну что, этот день наконец-то настал. Заседание по ключевой ставке. Ставку подняли до 16% и рынок воспрял духом. В принципе, как и ожидалось, начали откупать, закрывать шорты успешно. Думаю, это только начало, еще пятница. В пятницу есть такое понятие, как эффект пятницы. Когда многие закрывают позиции перед выходными. То есть не давало расти рынку хорошо. Хотя рынок уже, многие позиции повырастали. На следующей неделе посмотрим, что можно будет подрезать по портфелю. Ну, все одно и то же, понимаете, одно и то же. Но не ставка, так какой-нибудь конфликт. Не конфликт, а какая-нибудь проблема. По-любому будет причина для коррекции. И потом по-любому будет причина для роста. Но это рынок, он цикличен. Бегать туда-сюда, продавать, резать лосей. Потому что боишься, что рынок там сильнее упадет. А потом что, дороже откупать? Ну, бред же, правильно. Ну, я... Не, ну, есть там, как вот мне вчера там спросили. А почему ты не продал все перед тем, как в прошлый раз подняли ключевую вставку? Потому что, типа, было понятно, что рынок будет дальше падать. Кому было понятно? Это все йогуртом по губам. Понятно это, понятно это. Это пасфактум можно рассуждать. А так, в принципе, никто не знает. Будет рынок расти сегодня, будет падать. Мы только можем лишь принимать решения на основе фактов и причинно-следственных связей. И понимать, недооценена ли компания. Или переоценена. Имеет ли она потенциал к росту или не имеет. И вот эта вот суета, она... Ну, ни к чему особо хорошему не приводит. Пытание отгадать пики, дно. Ну, там один раз отгадаешь, что рост не отгадаешь. Чего потом будешь перезаходить выше? Ну, я... Спокойно... Вот мой портфель, мой огород. Я посадил морковку, все. Выросло, собрал урожай. Не выросло. Пожалуйста, значит, надо удобрить. Ну, там, где-то докупить, да? Значит, надо полить. Как вырастить, так параданг. Чего суетиться? Я собираю урожай с этого портфеля. Нет урожая, не собираю. Жду, пока вырастет. Выросло, собираю. Вот и все. Это все... Это вот мои грядки. Полюс – это грядка. ДВМП – грядка. МТС – грядка. Селегдар – грядка. Бывают случаи, когда компания очень сильно падает. Вот как ДВМП, да? Вот у меня вопрос. На 5-го числа я на него отвечал, но, видимо, не услышали. Вот спрашивает Игорь. Так вы, вроде же, не докупали ДВМП ниже 70 больше. Или я пропустил? Нет, ты не пропустил. Я ниже 70 не покупал. Ну, почему же тогда я продал по 72? Ну, я 5-го числа объяснял, но, видимо, не услышали. Еще раз объясняю. В норме, да, акции ходят вверх-вниз, вверх-вниз. И можно там где-то внизу купить, где-то продать, где-то внизу купить, где-то продать. Но бывает, когда акции валятся просто одной свечой, да, без остановок. Там уже нужно доставать другие инструменты. Вы что думаете? Это как-то говорит, я смотрю твой блог и в курсе стратегии инвестирования. Ха-ха-ха. Люди, когда приходят на курс по стратегии инвестирования, у кого такие вот глаза, они такие, да ладно, как, насколько глубоко, насколько куча инструментов там, что даже, ну, удивлены. Есть много разных инструментов. Есть инструмент при норме, да, есть инструмент при очень жестком обвале, что делать, да, вот как с ДВМП, там же жесткий обвал был. И там другой инструмент, что ты, грубо говоря, есть такое понятие, отступаешь, ну, я его называю, отступаю, отстреливаясь. Отстрелялся, пойдет ниже, взял еще, пойдет выше, потихонечку продам. То есть, есть понятие, как полна коробочка, да, где ты уже взял больше, ты можешь только продавать, ты не можешь уже покупать. Есть такое понятие, как там, работа с позицией, есть такое понятие, как работа по допустимой доле. Да много, много всяких инструментов, работа с позицией. Поэтому это вам кажется, что так проще. Взял, купил ниже, продал выше, вот и все, я все понял. Потом пошел, и что-то не выходит. Потому что разные ситуации бывают, разные подходы. Да, ВМП, почему вчера продал? Ну, на всякий случай, я же основу-то оставил, но на всякий случай, хороший оскок был от локальных минимумов. Мало ли, мало ли, я лучше подстрахуюсь. Все, сегодня основа пошла в рост. Пойдет ниже, будет на что-то брать. Не превышая допустимой доли. Следующий вопрос. Вопрос по IPO Совкомбанка. Как относишься в целом к IPO, конкретно участвуешь в этом? Да нет, не участвуешь. Ну, реально, друзья мои. IPO – это бабка надвое сказала. Вот какие-то после IPO растут, какие-то после IPO падают. Причем, если ты участвуешь в IPO, и она падает, ты же не можешь сразу там продать. И ты, потому что у тебя есть ограничения по времени, ну, по многим, не знаю, как разные брокеры там по-разному делают, но многие ставят ограничения, что это там после какого-то времени. И ты смотришь, как твои акции падают, пока они, грубо говоря, заблокированы, да. Потом, когда их разблокируют, они уже упали, ты такой, ого, блин, поучаствовал в IPO. Бывает наоборот. Зачем оно мне надо? Вот это вот гадать, вырастет она после IPO или упадет после IPO? После IPO и посмотрим. После IPO и возьму. Сначала оценю, сколько брать и нужна ли она мне вообще, а потом буду искать точку входа. Следующий вопрос. Добрый вечер. Продолжая тему маленького депозита в 100к, могли бы вы примерно дать рекомендации по портфелю, чтобы вы купили в такой портфель? Может, не прямая рекомендация, скажем, подобрать 10 плюс-минус компаний, из которых выбрать несколько себе в портфель новичку? Ну, вот я освещаю в блоге компании. Я бы такие и брал бы в маленький портфель. Но, если у них лот небольшой, то есть, грубо говоря, если я говорю, покупаю лукоил или магнит, в портфель в 100к, ну, смысл брать, если ты с ним работать не сможешь. Один лукоил взял у тебя 7%, это уже много, а докупил уже 14. А я, бывает, пишу, покупаю систему, там лот небольшой, 1600, да, и сколько там сейчас. Там, покупаю, там, Мосбиржу, ну, грубо говоря, там, 2000 лот. Маленькие лоты, просто смотрите, для маленького портфеля, что можно было работать. Я же много компаний покупаю разных, в том числе и там, где лоты маленькие. Следующий вопрос. Добрый день. Пробежалась по своим акциям в избранном. После повышения ставки все выросло. Антон, это феномен такой. То есть, все ждали повышения, выходили, перекладывали депозиты. Цены на акции снижались. Сейчас депозиты опять повысят, а на чем рост акций-то тогда? Ожидали больше. Больше ожидали. То есть, понятно, ну, в СК была вероятность повышения, но там настолько людей накрутили, что ждали прям такого кого-то повышения, это раз, большего. А два, страхи. Рынок живет страхами и ожиданиями. Страхи, они, по сути дела, больше, чем сам факт. Вот факт свершился, уже не страшно. Все, уже, все. Они вот ждали месяц повышения, повысили, они такие повысили. И еще, вероятно, понизят в следующем году. И что теперь? Потом возвращаться на фондовый рынок, когда все вырастет, решили немножечко откупить. Это сейчас. Потом начнет все расти и будет с большей удовольствием покупать. Хотя реально, глагично делать все наоборот. Ну, вопрос по спине. Да, я сейчас, у меня там со спиной небольшие вопросы, так сказать. Вот. И вот спрашиваю, что со спиной. Не знаю, нужно вам это или не нужно. Ну, мой опыт, как я этот вопрос решаю. Я, в общем, сделал МРТ, там, в общем, такая ситуация, что один невропатолог говорит, покой, таблетки, уколы. И вообще, там, отправил к нейрохирургу за консультацией. Второй, ну, мне что-то как-то это, знаете, подсознательно я подумал, ну, что-то здесь не то. Как я покоем исправлю и уколами, и таблетки. Потому что, ну, и в моей семье были такие случаи, когда уколы и таблетки ни к чему хорошему не приводили. Я приводила именно физическая нагрузка, йога, там, и так далее, к хорошему результату. Я думаю, ну, 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 как-то, ну, что-то не то. Посоветовался со своими людьми в клубе. У меня, что-то инвесторов есть. Тоже многие что-то сказали. Подписчики много там, какого-то, там, обратили внимание. И собрал статистику какую-то. Не в интернете, а вот именно реальных людей, которых я знаю. Вот. И пошел, куда мне посоветовали. Мне посоветовали, ну, не знаю, можно говорить, нет. Потому что это не реклама, но просто вот, куда я пошел. Я пошел в центр Бубновского есть такого. Вот. И там мне наоборот сказали, какая тебе, какой тебе покой. Тебе надо мышечный корсет. Тебе нужно исправлять. Взял, собрался и занимайся своим здоровьем. Что ты будешь там лежать и ждать, пока там с тобой что-то это. Это меня как бы интуитивно. Я понимаю, что, ну, в принципе, блин, ну, правильно. Правильно. Вот сейчас на тренировку пойду. На тренировку. А это говорит, лежи, жди. Че ждать? Че ждать? Лежи, жди. Действовать надо. И так засиделся. Ну и, конечно, ну, просто кому-то мне интересно, там, выключайте. Ну, я просто говорю о своей ситуации, о своих выводах. Конечно, здорово у нас заниматься никогда уже какие-то проблемы, а заранее. Поэтому, если вы сейчас, друзья мои, ходите на своих ногах и благодарите за это, во что вы верите и вообще. И занимайтесь своим здоровьем, пока оно есть. Лучше поддерживать здоровье, чем лечить. Ну, это прямо звоночек конкретный, что все, я теперь все записался, я теперь собрался. Сейчас пойду заниматься тренажеры, растягивания. Ну, естественно, если уже вот, ну, у меня там уже такие показания, значит, никакой самодеятельности. То есть сейчас под руководством именно людей, которые вот разработали, ну, не разработали, а разработали губуновские эту систему. А людей, которые в этом центре, они там под руководством, что нужно так-то, так-то, так. Они стоят, смотрят, что-то они делают там неправильно. Ну, вот, пойду. Здоровья вам крепкого, друзья мои. Занимайтесь своим здоровьем. Занимайтесь. Под лежачий камень вода не течет. Что в акциях, что в жизни, что со здоровьем, что в отношениях. Нужно работать над этим всем. Прилагать усилия. Пока.